Вы где предпочитаете отдыхать? За границей или вот здесь, в Карачаево? В Карачаево, Чешкесии. А куда обычно ездите? В Дамбай, Архыс. Где предпочитаете отдыхать? За границей или здесь? Наверное, скорее всего, здесь. А любимые места? Крым. За границей или вот здесь, на родине? За границей. А где, на ваш взгляд, лучше отдохнуть? Вот любите, где отдыхать? В смысле, за границей, что ли? Ну, по Северсу, в Турции, наверное. Где предпочитаете проводить отпуск? Здесь, в России, или выезжать куда-то? Ну, мне больше нравится за рубежом. А где предпочитаете отдыхать? Ну, в Санторини, остров понравился. Как видите, на вкус и цвет товарища нет. Каждый выбирает отпуск по душе. Кто-то грезит о пляже, а кто-то об активном отдыхе в горах. Из заграничных курортов, в фаворитах у жителей Карачаева, Черкесии, по-прежнему остается Турция. Оно и понятно. Сочетание цены и качества всегда было важным преимуществом. Более низкий ценник, более подходящий сервис, полет недалекий. То есть, с маленькими детьми – это более приемливый вариант. Поэтому сразу же, с начала мая, начинают бронировать Турцию, брать горящие путёвки в Турцию. Ценник на турецкий All-Inclusive начинается от 38 тысяч рублей на двоих. Недалеко ушёл и российский Крым, где отдых обойдётся вам в среднем от 30 тысяч также на две персоны. К тому же, недавно завершилось строительство Крымского моста. А значит, в этом сезоне туристов на полуострове явно прибавится. Вот если не Турция, то Крым. Поэтому мы уже начинаем отправлять людей в Крым, тоже рассматриваем, уже заключаем договора с представителями различных турагентств оттуда. И даже напрямую с отелями разговариваем тоже. Раньше доступ был только перелётом. Либо через паром, но это вообще не рассматривали. Многие туристы считали, что это будет изнурительно. Поэтому сейчас открылась дорога, и как бы массово начались заявки в Крым. Судя по опросам, среди жителей Карачаева-Черкесии не уступают Крыму по популярности и наши собственные горные курорты – Архы из Домба и Тиберда. Бронирование туров по этим направлениям начинается ещё в начале весны. И в летний период там наблюдается стопроцентная занятость жилого фонда. Что касается привлекательности и вообще желающих, это не только наши ЮФО, и СКФУ у нас отдыхают. На самом деле есть такие клиенты, которые звонят из Москвы, из Санкт-Петербурга. Вот что-нибудь эксклюзивное, такое, чтобы ни у кого не было. Они готовы жить в палатках, они готовы жить в горах, но им нужно такое, чтобы они получили максимум адреналина. Примечательно, что на отдых в горах россияне тратят в среднем примерно столько же, сколько и на отпуск в Турции. То есть примерно 30-40 тысяч рублей. А значит, решающую роль тут играют личные предпочтения, нежели финансовые возможности. Но если вы ещё не определились, где провести отпуск, то, пожалуй, самое время. Главное, помните – отдых должен быть безопасным и приятным.